И снова всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио-видео-слушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И сегодня у меня очередная тема про очередную игрушку. Ну, что делать, что делать, приходится себя заставлять. Это Atari, которая называется Atari Flashback X. У меня есть и оригинальный Atari, не мой личный, который был когда-то у меня в конце 80-х. Тот, который я уже потом прикупил, но он тех самых 80-х. Ну, а здесь Atari эксплуатирует, вернее, я не помню, кому принадлежит бренд Atari сейчас. В любом случае, ребята эксплуатируют ту память людей, ностальгии людей, которые жили в 80-е, играли в эти игры и тому подобное. Теперь могут позволить себе купить соответствующую штучку и вспомнить, поностальгировать. Да, вот, выпуская подобные вещи, понятно, что это не сам Atari, а эмулятор, в котором интегрировано 110 игрушек. И игрушки, на самом деле, достаточно запоминающиеся, достаточно правильные. Здесь где-то тут было River Raid, есть, да, вот, River Raid и всякие Pitfall, астероиды, Space Invader, Hero. Это все, да, пусть это немного не тот Atari, который был у меня. У меня была последняя продвинутая, больше игровая консолька, как вы видите. Но все равно, все равно штука классная, но отличается существенно, можете увидеть, отличается своими размерами. К чему это я в реальной Atari был вот таким вот. Теперь он помещается, как вы видите, на ладошки вообще невесомые и так далее. Хотя джойстики, обратите внимание, джойстики, они сохранили в реальной конфигурации. То есть, в принципе, свои собственные джойстики я могу запросто подключить и, соответственно, играть. Ну, а здесь набор элементов. Я вот не знаю, рабочие они или нет. Можно увидеть переключение Difficult, левая и правая сложность, Power On, Off, выбор игры. Да, была там такая штука и Game Reset для сброса. Посмотрим, как оно работало. Такая Atari, только большая. Здесь был слот для картриджей. Картриджи примерно были вот такие, то есть, реально в 4 раза больше, чем все это дело. Плюс один из джойстиков, я так понял, сделан системным управляющим для того, чтобы вы могли, вот видите, Select Start меню управлять самим эмулятором, который будет здесь. Сам джойстик соответствует, в принципе, тому, что было в Atari с кнопочкой Fire. Да, видите, такое вот оно было когда-то невзрачненькое. Не то, что сейчас у вас с гейм-консоли имеют вот такие вот геймпады с кучей кнопок удобного вида и так далее. Приходилось вот так вот, вот так вот страдать. Правда, еще здесь одно недопущение или неточность у меня было на присосках. Ну, не знаю, присоски, не присоски, два джойстика, сам Atari маленький. И, спасибо, в отличие от Sony, положили блок питания. Причем блок питания, как вы видите, с родной розеточкой. Китайское все. И что у нас? 1 Ампер. Ну, отлично, 1 Ампер. Стандартный микро-USB. Поэтому можно приступать к игре сразу. У меня есть и другие. Тут, кстати, вы видите всю историю, скажем так, моих нынешних игровых приставочек и прочего. Вот у нас, помните, кто не помнит, GPD Win 2. В данном случае уже второй. Вот такой вот игровой Windows-компьютер, на котором вы в АА игры можете играть. Здесь мобильный седьмой процессор стоит, 8 гигабайт памяти. Сейчас, внизу в описании к видео найдете ссылочку. Сейчас GPD предоставляет вам возможность получить такой же, только с M3 восьмого поколения. То есть, тоже 8 гиг и так далее. Очень удобно. У меня столько всякого этого. Да, я знаю, что непонятно, когда играть. Особенно надо еще проходить танчики и прочее. Вот такой вот эмулятор маленький. Я его практически забросил. Почему? Потому что все-таки выяснилось, что для нормальной игры в тот же River Raid вот этого вот депада недостаточно. Кстати, не очень удобно в River Raid играть на депадике. Но, в принципе, с другой стороны, я перешел на правильную игрушку. Посмотрите тоже видео. Да-да-да, это Nintendo Switch Lite. У меня к нему тоже свои претензии есть. Все-таки выбор между Nintendo Switch Lite и Nintendo Switch надо делать по размеру экрана. В общем, я про это расскажу в отдельном видео. Пятерик это мало. Sony. Я про нее уже рассказывал. Это эмулятор Sony 20-й. Никак не займусь тем, чтобы ее перепрошить. Хотя уже пацаны выпустили специальные даже USB-шки, флешечки, которые вы подключаете просто и сразу играете в любое количество игр. Есть такая. Обзор как-нибудь сделаю. Ну и Shield, как не обещал N-Line Video сделать новый Shield. Так я от них ничего и не дождался. Еще в эксплуатации надо как-нибудь будет сделать все-таки обзоры. Shield, не Shield. Кто помнит, кто не помнит. Вот такая вот приставочка. Я ее больше использую здесь, именно на столе, подключив к телевизору, когда хочется что-то погонять новенькое. Так, ну что. Давайте включим. Возьмем... Возьмем... Давайте сюда подключено сейчас. Возьмем, подключим это. Возьмем... Где-то тут должен быть Shield, Питалово. Вот это. Включим телевизор. Вот так вот. Телевизор, ты включился? Ага, включился. Не, ну главной игровой приставкой для меня является... А куда оно подключено? А то я что-то не вижу сигнала. Не, подключено. Включаем. О, сигнал 3 получен. AdGames. Видно? Вы меня, по-моему, больше видите. Ух ты! Гляньте, что происходит. Вот это да! Отаревские геймы. В большом количестве. Обзоры телевизора тоже были. Так что сможете... Посмотреть, что за телевизор. Напомню. Hisense, Hisense. Отличный китайский телевизор. Здесь в большом количестве продается. 55 дюймов, 4К. Качество картинки отменное. Ага. Так. С джойстиком все непонятно. Как тут... Ага, вот Atari Game. Давайте посмотрим, что у нас Atari. Где мой... River Raid. Ага. Видите River Raid? Ну, менюшка такая, достаточно интересненькая. 2060, Maze Indie, Atari Basketball, Atari 2600, Atari 2600. Где River Raid? Слушайте. RS. То есть здесь должен быть River Raid. Ponch и так далее. Но River Raid не наблюдается. Puddle Games. Тоже не наблюдается. Так. А если по алфавиту? Я же хочу... River Raid. Собственно говоря, из-за River Raid... Все и начиналось. Вот он River Raid, Activision. Вот оно счастье. River Raid, Select Button. Press Select Button. Between Fire. Play the game. Back, Select. Add to my favorites. Вот тут, я так понимаю, кнопочка Select. Вот она. Добавим в Favorites. Так, добавил. Ничего не происходит. Непонятно. Fire. Play. Это я. О! Start. Start. Не? Интересно. Почему River Raid не идет? River Raid, конечно, не тот, который на 65-м XE. Game Reset. Game... Ага, это Select Game. 1-2. Difficult. Hard. Easy. Turn On, Turn Off. Это Rewind. Ну, и где мой... Где мой... Где мой Game? Ну, начинается. Resume Game. Scanline Filter. Ага. Прикольно. Resume Game. Select. Чего ж ты не работаешь? Ага. Никаких... Select. Это Review. Rewind работает. Тоже не работает. Меню. Игра 1. И как тебя заставить играть? Я вот помню, что у этого... Даже в эмуляторе были какие-то заморочки для того, чтобы ее запустить. Ну, вот, чтобы вот так вот... На консоли, которая должна играть... Где? Где? Так. Resume Game. Save Slot. Quit Game. Quick Game. Ушли. River 8. Меню. Back. Use Joystick. Use Joystick. Для 2-2. Player Game. left right direction switch press start button to begin the play move the joystick я это делал нажимал старт батон ничего не происходило эта штука не хочет выходить в меню опять классно окей давайте выключим и включим еще раз подождем AT games грузится но все равно быстро фавориты я так понимаю никто не добавился а не добавился а recently played меню start quick launch fire select start что-то у этого джойстика проблемы с управлением я точно должен его подключить в правый джойстик left порт right порт интересно интересно то есть написано select fire fire select start quick launch старт вот он старт нифига попробуем поставить его в другую слотину left right инструкция не говорит ничего насчет подключения джойстиков смотрим на recently played и выбираем это и нажимаем старт о заработал то есть джойстик был подключен не в ту вещь итак снова нажимаем старт снова нажимаем старт но в любом случае динамика намного лучше чем то что было ай-яй-яй-яй а джойстик то на получи фашист granite я свою базу нефтяную взорвал и сам взорвался но двигаюсь неплохо двигаюсь неплохо неплохо бензин то сейчас закончится а ближайшая страна нефтезаправка за окном а есть работает это уже хорошо нажимаем меню говорим о том что мы хотим в сейв квит гейм возвращаемся в основную менюшечку если мы выберем fire select то можно теперь добавить кнопочкой select фавориты вот она кнопочка select фавориты вон как вы видите там вверху сбоку справа загорелась звездочка то есть все нормально и теперь меню back to menu и теперь можем играть в другие игры alphabetic ok давайте посмотрим что у нас ой space ride есть рейда давайте я помню это дело это тоже была крутая игрушка старт а то только она у меня была вверх вниз о ей у меня она была как-то теперь надо приспособиться к размерам то есть да ну в общем не совсем то вернее совсем не то с точки зрения внешнего вида то есть как бы на карточке которые вы видите сейчас сбоку она выглядит так как было классно выглядела на excel ки а xe кстати непонятно почему 65 xe не сделает никто нормальной клавиатуре в нормальном корпусе можно засандалить нормальный процессор и использовать его вообще как рабочую станцию с переключением на режим отари с его basic и прочими вещами ладненько давайте посмотрим что там еще у нас есть hunter house river aid polaris вот помню что-то но не помню чтобы особенно играл что еще мегамания night driver moto лучше не смотреть особенно любителям всяких асфальтов и так далее на те игры в которых мы гоняли комбо ту о помню эту игрушечку такие квадратненькие полигончики ездили и ты с ними воевал бим райдер смотрите сколько гоночек а я хочу найти hero где тут было hero тут же был hero это еще одна игрушечка вот она вот она тут еще одна игрушечка которая была очень популярна видите это мужичок что вы понимали то есть поскольку с графикой ой а что такое а да не я играю подождите шут 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 как нафиг то опять надо кнопочку старт нажать я могу взлетать энергия у меня что погиб не успел убежать чего-то он меня убил я вот не понял чудо у меня сматываемся сматываемся отлично видите зависаем опускаемся то есть такой карлсон который живет на крыше и умеет так энергия заканчивается литой так как же вот давай давай карлсон бедный карлсон ой ставим взрывчатку и не успеваем уйти чувак а что ты из себя представляешь твоим эти бомбу поставим бомб нет так я ничуть что-то забыл что-то я завтыкал то елки что не успевал убежать от бомбы карлсон ты гонишь ух и каждый раз вот так вот но очень я еще потренируюсь этой игрушечкой игрушечка была зачетная то есть было две такие hero и мантисума мантисума была еще более крутая поэтому вот так с hero понятно что у нас еще есть иди сюда меню теперь сложненько ну спасибо вообще на самом деле оно вроде как нормально а я обещал гонки показать но смотрите вот и инди 500 по моему не это не те а это же это же знаменитые я думаю надо нажать кнопочку старт это же знаменитые инди помните были такие автоматы не не помните но в общем полюбуйтесь это земля в иллюминаторе мы застряли не мы не застряли в автоматы такие были выигры там с экран стоял горизонтально и вы могли гонять да у меня на этот теперь не хватает абстракцию выходим отсюда что у нас еще есть из абстрактных игрушечек а где же инди или это была формула наверное была формула так human фроггер но с фроггером я думаю все знакомы фаталран фишинг комбат да хотите увидеть комбат давайте увидим комбат 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 давай старт а нет это другой комбат это типа танчиков вон увидите сбоку еще надо приспособиться чтобы не утонуть это вам не хухры мухры видите что заряжаемся ура я победил а мы его травмировали видели какое молодец а вообще вот это я боец блин а заряда не хватает сути все как в настоящих танках видите раз пробивание пробития два пробития три пробития опять победил сам себя отличная игра надо будет погонять но это для двоих да то есть как бы мощности тех компьютеров не хватало на то чтобы ой опять запустил да елки шпалки а мощности тех компьютеров не хватало на то чтобы еще и воевать против вас поэтому поэтому вот back to menu и что у нас еще есть такого не все таки river raid это наше все можно было сделать один но классный river raid я имею ввиду от отар xe для того чтобы играть гоночки 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 ну давайте посмотрим гоночки смотрите как это выглядело о о о видели ой-ой-ой это были повороты кто не понял и оценили да я даже не могу понять в какую сторону теперь дергаться настолько абстрактно она была но когда-то мы играли очень серьезно очень серьезно проходили уровни и и и прочие вещи ну давайте вот поедем то есть держа кнопочку вот и все видите я же говорил что абстракция она такая она такая она не такая а тяжело тяжело все таки то елки шпалки как же так чего я врезаюсь может кто-то не объяснить все видите пропал для общества человек современные игрушки меня полностью испортили ну не знаю что и советовать по этому поводу по этому поводу людям которые никогда в атаре не играли и никто кто не помнит как это восьмидесятые а то и семидесятые будет очень и очень сложно объяснить как в это играть даже я как вы видите уже тут еще были ниндзя каратека но это уже было на других это двадцать шесть ноль ноль и а вот смотрите спринт мастер еще есть соляри спейс инвайдер но спейс инвайдер я вам не буду показывать рива рейд мы уже посмотрели starship а еще должно было быть что-то такое было знакомое я вот пытаюсь вспомнить а вот смотрите sword quest знаете это этот диабло да вот вот он диабло смотрите показываю показываю супер кобра вот она вот она супер кобра да все эти платформеры все это дело вот она смотрите вот как надо играть о бомбочки кидаешь проскакиваешь надо было разбомбить бензоколонку когда ты бомбишь бензоколонку у тебя появляется топливо ракеты вражеские не сбили проскакиваем я помню как завис в этой кубри на 2-3 дня у меня там то ли экзамен какой-то то ли какая-то не то чтобы курс курсовая и тому подобное но в общем и пока не прошел блин это был год да это был год олимпиады 88 в сеуле когда-да и пока вот это дело не прошел фиг вам ай 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 а эти сейчас начнут еще стрелять меня я знаю ты молодец страшно да а как была страшно мне который играл в такие игры ну вот в общем то так ну нормально чего Жестяк. Абстракция зашкаливает, поэтому современная молодежь не очень является творческой. Игрушки очень реальны, картинка очень реальна. И вообще сложно представить, что ты там сбиваешь. А тут кубики, квадратики. Вот это ракеты, наверное, стоящие на взлет. Да, молодость, вспомните, но, как вы видите, еще та фигня. О, я вырвался. Ага, только есть бензина. Нет, есть бензин. Почти, почти вырвался. Отлично погоняли. Что я обещал показать? Какую-то игрушку обещал показать. А-а-а, Диабло, 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 Диабло. Да. А что делать? Я только и не понял, а что мы делаем? Че стали? Куда идем? А, да, инструкцию почитать. Во, ну, короче. Застряли. Смотрите, а? Следующий. А? О! Вот это игра! Вот это я понимаю. И 3D графика офигенная. Мужик, динамика, смотрите, как отрисована. И он же что-то еще делает. Там с кем-то драться надо. Сражаться, надо почитать инструкцию. А так приходилось, вот это приходилось так воевать. Да-да-да. А что у нас еще есть? Кроме Диабло. Да, тут, кстати, хорошо инструкцию пишут, как играть и что делать. Свеи инструкция. ДИАТРОН Прескать контроллер car to begin the play. The firewall puzzle. The three of line. 10 room. И так далее. Окей. Мы поняли, что сложно. Вы ж поняли, да, что сложно было играть. Мы вернулись назад. Ну, в общем, дохрена, дохрена, но 2-3 самые классные игрушки есть, поэтому... А, пинбол еще, во, пинбол, смотрите, самые классные игрушки есть, поэтому нам не придется скучать. Так, отари, я, кстати, после этой игрушки подсел на настоящий пинбол, вот видите, сбоку сейчас я джойстиком вниз. Ай-яй-яй, не успел. А кому сейчас легко? Не ту, не ту, надо было другую, ну, в хорошем смысле этого слова, другую. Не ту, та елки-шпалки, что вообще потерял. Все, проиграли. Ай-яй-яй, три шарика, заново старт. Правда, классная графика? Смотрите, а динамика игры какая, просто фантастическая отработка физики движения шарика. Почему он так прыгает, я так и никогда не понял. Ну, он просто нереально, как вы видите, прыгает. О, поднял. И так можно втыкать, опять же, интернета нет, фейсбучика нет, 80-е годы, даже жратвы нет. И вы такие сидишь ты так возле телевизора. Хорошо, что у меня был большой тогда телевизор с большим цветным экраном. Ай-яй-яй, правда, заставить Atari играть на цветном экране, это была еще одна отдельная история. Но, в общем-то, я справлялся. А в любом случае, в любом случае, я думаю, вы все посмотрели, насколько все это дело классно, как это все играется. И кому захочется приобщиться к старине седой, глубокой и к реальной абстракции, добро пожаловать. Напомню, что это Atari Flashback 10, да. Само устройство очень мелкое. Вот такое, вот к нему идут в комплекте два джойстика и достаточно большое количество подписанных, интегрированных игрушек, из которых можно выбрать. Ну, собственно говоря, даже одного River Raid с Cobra и Hero достаточно. Если был бы еще Monty, то было бы вообще супер. А я погнал, буду стрелять, буду бомбить бензоколонки. Напомню, что с вами был я, Игорь Шестидко. Пишите свои комменты. Да, про Sony, PlayStation и его эмулятор я тоже расскажу. Когда приедет новая флешечка, на которой записано 100 игр только соневских. И другие приставки, опять же, есть. Напомню, про тот же GPD Win, который выступает в роли приставки для игры в PC-шных играх на PC-шном том же Steam и так далее. Очень рекомендую обратить внимание. О, самолетики пошли. Их надо сбивать. Много баллов можно набрать. Главное не забывать заправляться. А то я разбомбил бензоколонку. Как же так? Вот. Ставьте лайки. Смотрите внизу в всплывающих аннотациях. Все-таки с джойстиком это наше. В всплывающих аннотациях в конце видео. Вот этого, да. Все остальные ссылочки. И с вами был я, Игорь Шаститко. Всем удачи. Увидимся. Пока.